Всем привет дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем обозревать моды к Скайриму. Первым модом на сегодня будет мод под названием Enchanted Blood. Он имеет настройки в MSM меню, тут мы можем подробнее рассмотреть про него. Собственно, он расширяет кровь, то есть, когда мы деремся, когда нас бьют, будут на экране возникать капли крови, которые я продемонстрирую. Кровь оставляет больше брызок, остается лужа крови, она переведена в более высокие текстуры. Потом отображение крови на броне, на земле и прочем. Где-то тут бравые воины должны быть, да? Ну давай, для начала ударь меня. Вот видите, кровь возникает у нас на мониторе, плюс на броне немного даже появляется, видите, он меня ударил. Ну вот, как вы видите, она разбрызгалась по земле, так довольно все красиво, плюс видно рассечение у него на брюхе от моего удара. Кровь вокруг. Давайте его возродим, еще немножко пинаем. Вот те самые лужи крови. Замечательнейшие просто. Брызги, капли. Все выглядит довольно красиво, классно и весело. В настройках МСМ-меню мы можем многое настроить, действительно, и время, за которое будет... Ну давай. Потом, довольно красиво от него исходятся ми-брызги, но он слишком слаб. Если еще раз поднимешь на меня руку, я даже их понюху. Он слишком слаб для демонстрации. Но согласитесь, расширение крови в Скориме это замечательно и лужи довольно красивые. Жаль, только следы не остаются, но это уже сама недоработка системы. Что ж, переходим к следующему моду. Второй же мод на сегодня это расширенная кузница. То бишь, она добавляет в обычную кузницу огромное множество различных таких вот спаек, что ли. Стандартные текстуры, использованные для добавления в сам Скайрим новых видов вооружения. Они не вводят какого-то дисбаланса, но они... Есть кривые, есть очень даже и неплохие. Я вам сейчас постараюсь продемонстрировать. А что железо показывает? Давайте, собственно, с чего там... С чего-то такого начнем. Что там железо демонстрировать-то, собственно? Есть очень странные аппараты, такие как вот этот, например. Но оружие интересное. И, кстати, появляются вот такие вот клинки. Это ножи, которые можно использовать обратным хватом. Сейчас я вам покажу. Я скрафтил себе такой дайтрический. Использую его вместо обычного своего ножа. Так, расширенная кузница Дайдра, она становится довольно интересной. Вот, допустим, тот же топор. Коса, общадовое оружие. И вот, собственно, клинки. Это скрещенные мечи, как вы видите. Но текстуры стандартные. То есть, это просто переделанный двуручный меч под одноручку, уменьшенный в размерах. Это нож. Как видите, в правую и в левую руку. Довольно интересное оружие, потому что оно меняет хват. Собственно, в бою этого незаметно. Вот даже. Видите, я использую ручку обратным хватом. И в бою оно вроде бы наносит стандартный удар. Но это вообще, ну, то есть, выглядит довольно органично и красиво. Плюс, нож использовать обратным хватом для стелса это довольно-таки хорошо. Ну, то есть, красиво, изящно и, впрочем, очень даже неплохо. Этот мод добавляет огромное количество, повторюсь, оружия, которое использует стандартные текстуры. То есть, если вы поставили high-resolution текстур паки или еще какие-то другие тяжелые текстуры на замену стандартных текстур Skyrim'а, то это все будет отображаться на вашем оружии. Плюс, не PC. Все будут тоже использовать это оружие. Оно спаунится во всех сундуках. Оно довольно удобно вливается в сам Skyrim и не вызывает какого-то резонанса. Есть там действительно кривые текстурки, то есть, которые две текстуры скрещены в одно, непонятно зачем. Но, тем не менее, это есть и... В общем-то, кому нравится, кому нет, выбирайте, наслаждайтесь. Еще хотелось бы добавить то, что мод Расширенная Кузница, он конфликтует с Dual Strange Redux. То есть, мод, который отображает два оружия у вас на персонажа. И вам придется выбрать, к сожалению, либо от Расширенную Кузницу, либо Dual Strange Redux, потому что игра из-за них начнет довольно часто вылетать. Что ж, переходим к следующему моду. Следующий же мод, это броня Контрактора. Это кожаная легкая броня, которая крафтится в Кузнице, в разделе кожаная. Это является боевой броней, она имеет довольно-таки хороший показатель защиты. Ну и как вы видите, на самой броне она... Видно, что побывала в боях, тут нащерблены от клинков, от стрел. Плюс, есть варианты. Чисто капюшон, чисто маска. Маска, как вы видите, стилизована под череп. Довольно красиво это все сделано. Броня легкая. Повторюсь, это броня Контрактора. Тут она переведена в русской версии, как броня исполнителя. Неплохо и очень, ну, довольно-таки качественно сделана броня, как вы видите. Она вся зачаровывается, протачивается. То есть, все модельки перенесены нормально в окно быстрого показа. Она никоим образом вообще... Ну, для Скорима она действительно странно выглядит. Но, тем не менее, такого рода демоническая броня довольно хорошо вливается. Чем-то мне это напомнило Черного Жнеца. Для тех, кто в теме, это... Darkers and Black. Так, для тех, кто нет, погуглите. Вот такая вот, собственно, броня. Ну что ж, и переходим к последнему на сегодня моду. Мы находимся недалеко от Ривервуда. После добавления этого мода, на карте появляется вот такая вот метка. Сокровищница Молы Габала. Для того, чтобы пройти этот... Это даже не квест, в принципе. А это испытание, так как хочет этого автор. Вам придется добавить этот мод и начать новую игру. По пути прохождения, собственно, основной линейки квестов, вам будут открываться... Ну, то есть, вас будут встречать культисты этого же ордена Молы Габала. У каждого из них будет с собой колючек. Ну, как вы видите, тут пять сундуков. Давайте мы их по-быстренькому откроем, и я вам покажу, что получится в итоге. Собственно, в каждом из этих сундуков находится часть снаряжения Молы Габала. Рыцаря Молы Габала. Давайте это все соберем. И я вам продемонстрирую уже конечный вид. Вот так, собственно, выглядит сет Молы Габала. Довольно интересная броня. Тяжелая, как вы уже догадались. Она уже является зачарованной. Ее, по-моему, нельзя протачивать. И вот такой вот, собственно, меч. Довольно длинный. Это просто к булаве Молы Габала был прикручен еще клинок. Странное решение. Могли бы что-то другое придумать. Но вот такое вот оружие. Броня довольно интересная. Плюс на вас будут нападать довольно сильные мобы в этой броне. Их, как вы уже поняли, будет пять. У каждого из них будет ключ от сундука. И поэтому вы со временем получите всю эту броню. Но это в идеале. Я-то воспользовался путем покороче. Вот такая вот, собственно, броня. Интересная, красивая. Сейчас вам покажу ее зачарование. Одноручное оружие на броне. Блокирование на перчатке. Тяжелая броня. И сопротивление магии. Даже не проточенный. У нее довольно хороший показатель брони. Но, тем не менее, наверное... 1293, наверное, с фуллсетом моим оно не сравнится. Да. Поэтому, собственно, интересная броня, но на любителя. А мечетка вообще мне не нравится. Но, тем не менее, я должен был это показать. Потому что броня действительно сделана хорошо, красиво, лорно. И она подходит к Скайриму. Собственно, даже вот эти вот послужники Мола Габала, которые периодически на вас будут нападать по пути прохождения основной сюжетной линии. Это не так уж и плохо. Если уже в Скайрим ввели вампиров, которые постоянно вам досаждают, то почему бы и нет послужники одного из лордов Дайда. Ну, собственно, вот такие вот моды мы сегодня с вами посмотрели. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. И всем пока.